Здравствуйте, Ольга. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, и надеюсь, что я смогу вам помочь. Вот, знаете, ваша такая позиция, да, несколько жертвенная. Позиция беспомощная. Позиция, ну, давайте скажем прямо, позиция истеричная. Она и вызывает такую реакцию у вашего мужа. Потому что практически, практически, практически никому не нравится, когда от него что-то требуют. Когда от него чего-то хватает. Никому не нравится, когда от него ждут тех вещей, которые человек, например, по той или иной причине не может дать, допустим. А вот, никому это не нравится. К сожалению, к сожалению. Поэтому речь идёт, здесь речь идёт. Ну вот, исключительно о том, как вы относитесь сами к себе. Какое у вас отношение к себе самой. Насколько вы, например, там, допустим, себя цените, любите, уважаете, принимаете. Насколько вы такой самостоятельный человек в этом плане, если угодно. Вот. Потому что, если нет, если вы не такой человек. Потому что, если у вас есть определённые сложности, определённые проблемы. Допустим, с восприятием себя, допустим, с, ну, отношением к себе. Вот. Что муж, он, по большому счёту, не делает ничего, ничего. Кроме, разве что, только, только того, что отражает вам столько, как вы видите себя сами. Ну, вам, естественно, это не нравится. Вот. Поэтому, первое, с чего вообще стоит начать, это, конечно же, с психотерапией. Это то, что вам нужно начать. Именно хотяом психотерапией. Заняться психотерапией, разобраться, а, в себе, вот... Разобраться в том, какая вы, в том, что вы о себе думаете, в том, как вы к себе относитесь, вот, и так далее. Вот, я думаю, что где-то, где-то вот, после этого, где-то после вот этих вот моментов, что-то начнёт проясняться более или менее у вас, конечно же. Вот, и тогда вы сможете уже в большей степени контролировать и в большей степени отдавать себе отчёт, как вести себя с мужем. Потому что есть ощущение, что в том числе после родов вы стали хаотично и истерично требовать от мужа дать вам то, что он вам дать, например, не может. Ну, или не хочет. Что, в принципе, одно и то же, и разницы, в общем-то, в этом нет никакой. Вы, его отказ с вами, с вами взаимодействовать, вы, собственно, понимаете на свой счёт, говорите, что мне никакого внимания. Ну, хорошо, вам никакого внимания. А вы, делаете ли вы что-то для, допустим, своего мужа? Просто так. Просто так. Или нет? Потому что есть у меня подавление, оно, конечно, не точно, но оно есть, это подавление, что для своего мужа, просто так, вы уже давно очень ничего не делаете. А этого что-то делаете, это подрастает определённые ожидания, например, с вашей стороны. И когда эти ожидания не оправдываются, вам точно становится плохо. Вот. Ну, я не думаю, что это та позиция, которая может вам принести что-то хорошее. Вот. Так что, нужно поработать над собой, нужно поработать с тем, как бы воспринимать за себя, и, возможно, возможно, вы увидите, что в отношениях, с отношениями с мужем у вас ничего необычного, необычного. Это, в общем-то, и не происходит. По большому счёту, возможно, вы увидите, что всё, что происходит у вас с мужем, это в той или иной степени закономерность. Вот. Закономерность настолько большая, настолько естественная, что по-другому быть не может. Не, ну, можно изменить, конечно, изменить можно всё, но я говорю именно, именно про то, насколько это все естественно. Ну, вы вот реагируете так, возможно, всё потому, что боитесь остаться одна, боитесь, что у вас просто чувствуют себя неуверенно, чувствуют себя незащищенно, чувствуют себя тревожно, и, ну, всякое такое, всякое такое. Вот. И, как бы, ответственность за всё это, опять же, на мужа вы перекладываете. То есть, вы, как бы, говорите, что ты должен, там, ну, не знаю, вот, к примеру, меня вот такая вот, и ты должен, там, что-то делать, это вот ты должен это всё делать. Ну, а вопрос, почему? Да. А если, там, к примеру, если муж этого, допустим, не хочет, вот, да, то есть, если он не хочет этого делать, вот, что тогда. Вот. То есть, вообще, сначала надо несколько лучше разобраться в том, чего именно больше вы не можете. Вот. Это очень важно. Вот. И что именно вы ощущаете, что именно вы чувствуете, как вы ощущаете, как вы чувствуете. Вот. Такое очень часто бывает, на самом деле, когда, после родов, эээ, мужчина отдаляется от своей женщины, не может видеть её, как женщина, не получается не увидеть, как женщина. Это период не самый простой, простой, конечно же, но его можно перешить, можно, если человек, если женщина уверена в себе, если женщина себя любит, если женщина может, эээ, вновь ощущать себя женщиной. Вот. Но ощущает себя женщиной не потому, что мужчина её, эээ, видит такой. А, ощущает себя такой именно, эээ, потому что она знает сама, что она такая, такая. Что она на самом деле женщина. Определённая женщина, с определённой, эээ, там, ценностью, с определёнными, ну, позициями, с определённым взглядом. Вот. И всякое такое. Вот. Вот это вот исключительно вопрос к вам. Фикотерапия желательно вам обоим. Обращайтесь к любому из специалистов. Будем рады помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравилось мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok